1962 год. В Барановическом доме офицеров нет свободных мест. Люди приехали из разных уголков Беларуси, чтобы посмотреть в глаза четырем мужчинам. Перед военным трибуналом предстали бывшие охранники Колдычевского лагеря смерти. На скамье подсудимых Николай Калька, комендант охраны лагеря, его заместитель Леонид Сенгевич и охранники Михаил Кухта и Андрей Королевич. Свидетели, присутствовавшие в зале, их хорошо знали и помнили все те зверства, которые чинили предатели. Колдычевский концлагерь появился в 1942 году. Это части генерального плана ОСТ, ликвидации большей части славянского населения и полное уничтожение евреев и цыган. Часто можно заметить в интернете, в статьях о том, что лагерь предназначен для мирного населения, для партизан. Если человек был взят в бою, в плен, с оружием в руках, это был партизан, отношение к нему со стороны фашистов, со стороны полицейских обычно было однозначно. Его допрашивали, а потом казнили, расстреливали или прилюдно вешали. Видимо, речь идет в первую очередь о семьях партизан, семьях подпольщиков, либо о тех людях, которые заподозрены в связях с партизанским движением. Очень много поступило людей по доносам, соседей, полицейских, старых, заподозренных в связях с партизанами, связных партизанских. То есть их в прямом смысле назвать партизанами нельзя. В лагере решали и так называемый этнический вопрос. Привозили евреев из Новогрудского гетто, Барановического, Столбцовского, доставляли и цыганские таборы. Были очень интересные, допустим, группы этнические поляки, когда в 1942 году оккупационные власти проводили специальную акцию по борьбе с зарождавшимся польским партизанским движением. Во-вторых, по борьбе с, скажем так, этническими поляками, которые были в это время в городах Западной Беларуси, которым могла быть опора антифашистских восстаний. Лагерь развернули на базе имения помещика Тома Шасалевича. Когда-то усадьба была образцово-показательной. Хозяйственные постройки находились в хорошем состоянии. В 1942-м территория стала последним пристанищем для тысячи человек. Будет построена, к примеру, двухэтажная тюрьма. Ее руины сохранились до наших времен. И вот на этой базе будет размещен этот лагерь. Все узники не могли разместиться в строениях, и где-то половина узников размещалась под открытым ременом. Лагерь мог принять одновременно 10 тысяч человек. Де Юре. Концентрационным лагерем его назвать нельзя. Почему? Потому что в понятии фашистской Германии концентрационный лагерь – это тот лагерь, который подчинялся главному административно-хозяйственному управлению СС. Вот с этой точки зрения, юридической точки зрения, как бы это кощунственно ни было, это не концентрационный лагерь. Потому что лагерь Колдычева подчинялся главному управлению имперской безопасности. Но по факту это был самый настоящий концентрационный лагерь. Особенно активно давал показания комендант охраны лагеря Николай Калька. Его голос не дрожал. О случившемся полицей говорил спокойно и уверенно. Николай Калька родился в 1914 году. Окончил 7 классов. До начала Великой Отечественной войны нигде не работал. Помогал родителям по хозяйству. Отец в царское время служил в жандармерии. В 1941 году Калька начал трудиться на железной дороге. На допросах настойчиво называл себя белорусам. В материалах содержится информация о том, что он избивал рабочих. Таким образом он старался выслужиться перед оккупантами. Он проявлял рвение в процессе уничтожения еврейского населения в городе Клецке. Участвовал в организации захоронения в ритье канав, ям. Калька добровольно пошел служить в коллаборационистское формирование. Военизированное соединение белорусской народной самопомощи. Его создали Франц Кушель и Иван Ермаченко. Это формально было объединение, которое провозглашало, что будет оказывать помощь белорусам, пострадавшим от войны. Но фактически БНС во главе с Ермаченко превратилась в орудие немцев, которое использовали для сбора налогов, для ведения пропаганды агитации. Затем БНС использовалась также для агитации и вывоза населения на каторжные работы в Германию. Ну и в том числе белорусские коллаборационисты вынашивали идею о необходимости создания некоего белорусского войска, то есть собственных вооруженных сил. Один из главных мотивов поступления на службу в коллаборационистские вооруженные формирования – это грабеж. Человеку полагалось оружие, и этим оружием можно было воспользоваться для того, чтобы что-то отобрать у местного населения. Этим, собственно, и занимались полицаи. То есть оружие – это власть, люди стремились к власти для того, чтобы нажиться. Франц Кушель родился 16 февраля 1895 года в деревне Першае Минской губернии. Сейчас Минская область, Воложинский район. Окончил Виленское пехотное училище. Служил русской императорской армией. Участвовал в Первой мировой войне. Награжден орденами Святой Анны Третьей степени с мечами и бантом и Святого Станислава Третьей степени с мечами и бантом. Боевой путь окончил дезертиром в чине штабс-капитана. После февральской революции Франц Кушель отправился в Польшу. Участвовал в националистическом движении. Его лидеры добивали создания независимой Белорусской народной республики. Но когда немецкие оккупационные войска ушли с этой территории, перешел на службу к Пелсутскому. Окончил Варшавскую офицерскую школу. Затем преподавал. Франц Кушель в 1939 году во время военных действий Германии против Польши попал в плен в районе Львова. В плен уже к советским войскам, когда происходил раздел зон влияния, когда происходило событие, связанное с походом Красной армии в Западную Беларусь и Западную Украину. Считается, что он пошел на сотрудничество с советскими спецслужбами, с НКВД. И поэтому его перевели в Москву, где использовали для оперативной и агентурной деятельности. Таких, как Кушель, в тюрьме называли «насетками». Его подсаживали в камеры к высокопоставленным польским офицерам. Кушель был информатором советских спецслужб. За эти, скажем так, услуги в начале 1941 года его освободили и позволили выехать под надзором НКВД на территорию БССР. В Беларуси Франц Кушель воссоединился с семьей. Поэтессе Наталья Арсеньева вместе с двумя сыновьями разрешили вернуться из казахстанской ссылки. Уже после распада Советского Союза станет известно, что женщину завербовали в качестве агента для разработки белорусских националистов в писательских кругах. После начала Великой Отечественной Франц Кушель с супругой примкнули к захватчикам. В этом своем желании сотрудничать с нацистами они были не одни. Мы знаем, что Германия активно поддерживала национальные движения на окраинах бывшей Российской империи и Советского Союза. Немецкая разведка, Министерство иностранных дел, Абвер, еще задолго до начала и Великой Отечественной и Второй мировой они подбирали себе агентуру среди белорусских национальных деятелей, оказавшихся за границей, ну и также получали возможность затем использовать в своих целях тех коллаборационистов, которые пошли к ним на службу на территорию, собственно, Беларуси. Большинство из них было привезено в обозе, поскольку на территории БССР не наблюдалось активного желания со стороны каких-то известных, влиятельных белорусов сотрудничать с немцами. Работы у Кушеля было много. Богатый опыт военных действий в сочетании с опытом преподавания был огромным плюсом. Он, как человек с военной жилкой, сразу же обратил внимание, чего не хватает полицейским, а туда, скажем прямо, принимали очень много людей, имеющих асоциальный образ жизни. В полицию шли либо те, кто был обижен советской властью, либо те, кто старался использовать этот период для собственного обогащения. Люди с крайне низкими моральными качествами. Вот поэтому Францу Кушелю пришлось из этого, прямо скажем, сброда и отбросов человеческих, создавать какое-никакое, но военизированное соединение. У полиции не было формы, только белые повязки. Их плохо вооружили. Ставку делали на ярых противников коммунизма. А когда в войне наметился перелом, было принято решение создать отряд нового типа. В этот батальон старались брать именно добровольцев, то есть тех, кто по идеологическим, в первую очередь, причинам шел на службу к немцам. Об этом в своих воспоминаниях говорил и Кушель, целый ряд других белорусских националистов, оставивших мемуары. Кроме того, этот полицейский батальон был включен в структуру, собственно, немецкую, то есть службу безопасности СД. 13-й белорусский батальон при СД создавался для того, чтобы оказывать оккупантам помощь в борьбе с партизанами, в уничтожении различных категорий граждан, которых приговорили к смерти из-за их национальности, вероисповедания, убеждений. Во всем этом участвовал 13-й батальон при СД. Он участвовал в карательных акциях, использовался для создания ложных партизанских отрядов, то есть была такая тактика. В отличие от обычных полицаев, бойцы 13-го батальона ни в чем не нуждались. Были сыты, одеты, хорошо экипированы. Это подразделение находилось на хорошем обеспечении со стороны оккупационных властей. Это подразделение получило обмундирование, вооружение немецкое, не испытывало проблем в вопросах снабжения. При этом данное подразделение, вооруженное в коллаборационистских средствах массовой информации, позиционировалось как белорусский батальон СС. В этот отряд и попал Николай Калька. Окупанты оценили его склонность к насилию и то, что лишних вопросов он не задавал. Его направили на учебу в Минск. В течение 5-6 месяцев он проходил там подготовку в офицерской школе. И затем получил офицерское звание лейтенанта, возглавил взвод, а затем роту в 13-м белорусском батальоне при СД. Калька с первого дня появления в Барановическом СД начал выполнять карательные функции. И первый приказ, который он исполнил, это приказ о расстреле женщины. Во время обучения на офицерских курсах их обрабатывали пропагандисты профессиональные, которые транслировали идею, национальную белорусскую идею, на этом воспитывали. Кроме того, предусматривалось обращение и команды военнослужащих, командирам и наоборот, на белорусском языке. С этой целью перевели некоторые команды. Отношение военнослужащих к такой националистической подаче информации было, мягко говоря, прохладное. И в показаниях даже фигурирует такая оценка. То есть военнослужащие смеялись, так как команды звучали нелепо. Эти команды были калькой с немецкого устава, на белорусский язык переведенные. И для белорусов такие слова выглядели смешно. Калька, Сенкевич, Кухта и Королевич до Великой Отечественной жили в Западной Беларуси. За предвоенный период регион пережил несколько трансформаций, как политических, так и экономических. На этом необходимо остановиться подробнее, чтобы понять специфику развития региона. По результатам революции 1917 года и последовавших затем событий Гражданской войны и Советско-Польской войны, западная часть Беларуси, согласно Рижскому договору от 1921 года, оказалась в составе польского государства, Второй Речи Посполитой. И на этих землях, в Западной Беларуси, Западной Украины, был установлен польский режим, который базировался на продвижение интересов, в первую очередь, именно польской нации, польского народа. Поэтому на этих землях проводилась достаточно активная полонизация и окатоличивание населения. На этих территориях подвергалось гонению местное население, проповедовавшее идеи белорусского народа, национальное белорусское движение. И это, конечно, наложило свой определенный отпечаток. То есть территория Западной Беларуси превратилась в такое место политической и экономической борьбы. К 1939 году в Западной Беларуси закрылись все белорусские школы. Сворачивалась белорусская печать. Национальные организации уничтожались. Полякам умные и образованные белорусы были не нужны. С точки зрения экономики, Польша рассматривала Кресовсходня, то есть западную часть Беларуси, в качестве, в первую очередь, аграрной окраины, окраины, где использовались лишь сырьевые ресурсы. Здесь не развивалась серьезная промышленность. Здесь в основном упор делался на развитие сельского хозяйства, на разграбление лесных богатств Беларуси. В том числе эксплуатировалась и знаменитая Белорусская пуща достаточно активно польскими предпринимателями. Там проводилась широкомасштабная вырубка леса, вывоз его. Осенью 1939 года западную Беларусь присоединили к БССР. Изменилась система управления, были введены советы. Началась новая трансформация региона. Здесь начала проводиться советская политика в целом, как и во всем Советском Союзе. Это была политика коллективизации, борьбы с помещичьим землевладением, с крупными кулацкими хозяйствами. Как мы знаем, эта политика проводилась не без перегибов, была связана и с арестами, депортацией определенной части сельских жителей, но в первую очередь, конечно, подвергались тем или иным репрессивным мерам представители бывшего польского руководства, кулаки, помещики, которые не смогли покинуть эту территорию. Все эти политические качели ломали судьбы обычных людей. Многие просто не понимали, что происходит. С точки зрения рядовых жителей, конечно, это не могло не сказаться на их судьбе. Многие были в этом плане озадачены, то есть они пережили на своем веку, за одно поколение, пережили и нахождение в составе Российской империи, и военные перетурбации гражданской войны советско-польской, пережили действия именно польского правительства, так называемый режим санации пелсутчиков, и, наконец, оказались в абсолютно новом для себя советском государстве. Немецким оккупантам такое состояние дел было выгодно. Чем больше недовольных обстоятельствами, тем лучше. Удобным это было и для коллаборантов. Вербовать из негодующей толпы будущих солдат проще. Кушель сам ездил по населенным пунктам, чтобы отобрать бойцов для обучения. В его судьбе как раз проявляются особенности белорусской коллаборации. То есть, будучи связан одновременно и с Польшей, но и с местными белорусскими территориями, он оказался в числе тех, кто так и не смог полностью определиться и решить для себя, к какому же лагерю он относится. Отбор осуществлялся в этот батальон с учетом его применения как карательного батальона. Ну, то есть, конечно же, приветствовались люди, которые склонны к насилию, садисты. Естественно, в такие подразделения шли люди для того, чтобы пограбить, вот с таким мотивом. Франц Кушель проявил в работе такую довольно серьезную активность. И при этом впоследствии он подавал эту работу как работу, направленную на националистическое возрождение, на реализацию каких-то патриотических идей. Но материалы уголовного дела указывают на обратное. В 1942-м Николай Калька прибыл в лагерь в Колдычево. Даже матерого преступника увиденное шокировало. Он просил Кушеля отправить его служить в другое место. Но тот, сославшись на порядке военного времени, отказал. Позже Калька втянется в работу и даже получит награду от Кушеля – муаровую ленту. Это немецкий аналог наградных планок. И все это за успехи, проявленные в ходе ликвидации врагов рейха. То есть простых белорусов. В Колдычевском лагере были убиты и замучены около 22 тысяч человек. Позже на суде Калька назовет это место «ямой смерти». Концлагерь в первую очередь определялся как рабочий лагерь, а в вторую очередь – это как лагерь уничтожения. Поэтому условия были самые жуткие на уровне всех знаменитых лагерей смерти, которых мы знаем, хрестоматийные, майданок, освенцем. В бараках это трех-четырехэтажные дощатые нары. Бараки были женские, мужские. В основном перевод был в бараки зимнее положение. И тот только для того, чтобы сохранить вот эту вот рабочую силу. За малейшее нарушение лагерного режима следовало жестокое наказание, вплоть до смертной казни, расстрела, повешения. Колдычева – это не только наша белорусская боль, это отчасти наша белорусская беда. По той простой причине, что охранялся лагерь ротой 13-го белорусского полицейского батальона. И из немцев этнических там было совсем немного человек. Полицейские 13-го белорусского батальона не просто охраняли пленных. Каждый день они изобретали все новые и новые пытки. Для этого в лагере оборудовали пыточную. Безвращенный мозг, наверное, этих людей придумывал все, что угодно по отношению к бесправным пленным. Как правило, их в основном избивали. Чем угодно и как угодно. Руками, ногами, палками. Неоднократно фиксируются случаи забитых до смерти и тому подобное. А вот такие своеобразные пытки, ну вот почему-то можно много где прочитать. И в научно-популярных работах, и в научных статьях про известную Калдычевскую жабку, когда заставляли имитировать прыжки лягушек заключенных. И издевательства, которые хрестоматийно описаны в воспоминаниях тех людей, которым удалось пережить. Это все, как ни странно, издевательства белорусов над белорусом. Одна из свидетельниц указывала, значит, приводила случай, который она наблюдала, когда во время одной из акций по уничтожению узников Калдычевского концлагеря беременную женщину поставили возле рва и штык-ножом распороли живот. И сначала в яму упал плод, а затем туда упала женщина. То есть это крайняя жестокость, с которой они выполняли задачи. Вот это особенность деятельности этого батальона. Барановический юрист и краевед Борис Шерман собрал много информации по поводу Калдычевского лагеря и написал об этом книгу. Он описывает жуткие вещи, от которых кровь стынет в жилах, когда новорожденных детей ногами трамбовали в машину, а потом уже полуживых сжигали бензином. Когда трамбовали людей, вот буквально как под пресс закатывали ногами, бревнами и тому подобное. Как живыми бросали в ямы расстрельные детей и потом просто закапывали. 13-й полицейский батальон отличался не только садизмом. Даже визуально это был особый отряд. Знаки различий были характерны для этого батальона. Военнослужащие носили шевроны с бел-красно-белым флажком. На головных уборах у них были изображения черепа и костей, то есть символика характерная для СС. В общем, явно просматривалась связь, тесная связь этого подразделения со службой СС. И это подразделение должно было, судя по всему, сформировать некий положительный образ не только белорусских коллаборационистов, но и службы СС. Использовали бело-красно-белый флаг в качестве своего батальонного флага. То есть тут как раз сочеталась символика напрямую нацизма в сочетании с бело-красно-белыми нашивками, которые отличали их как якобы белорусские войска. Кроме карательной функции, 13-й полицейский батальон занимался и пропагандой. Он позиционировался как националистический белорусский батальон. При этом очевидна его связь с организациями, которые были признаны затем Нюрнбергским трибуналом преступными. Их честовали, проводили концерты, устраивали танцы специально для этого батальона. Вокруг этого батальона концентрировалась белорусская националистически настроенная молодежь. Есть донесения, в которых прямо указывается на то, что белорусские эмигранты где-то недостаточно активно участвуют в мероприятиях, которые организуются националистическим коллаборационистским активом. То есть использовали возможные резервы из числа тех, кто уже к Беларуси не имел никакого отношения. То есть они проживали за рубежом и пошли на контакт с оккупационными властями. Вот их также использовали для того, чтобы сформировать новую культуру. При этом сами немцы белорусских коллаборационистов ни во что не ставили. Унижали и даже нередко избивали. В глазах немцев все белорусы – это унтерменши, это недочеловеки. Ведь в состав батальона входили не только белорусы. В составе батальона были и немецкие унтерофицеры. И унтерофицеры немецкие нередко конфликтовали с офицерами белорусскими. Они позволяли себе оскорблять и применять насилие в отношении белорусских офицеров. Отбирали у них паек. И в ситуации конфликта руководство, а надо сказать, что командир этого батальона был немец, юнкер. Он всегда отдавал предпочтение позиции немецких унтерофицеров. Почему мы говорим о том, что символика коллаборационистов – это символ еще и унижения белорусской нации. На деле к белорусам отношение было как к людям третьего сорта. И это проявлялось во всем. То ли из-за страха перед немецкими начальниками, то ли из-за любви к насилию и власти, охранники колдычевского лагеря свирепствовали все сильнее. Как вспоминал Сергей Пьюн, поэт из Западной Белоруссии, замначальника лагеря, неоднократно ему говорил, что мы уничтожим всех. Принцип такой, чтобы ничего, никаких следов наших злодеяний не осталось. Во-первых, действовали крематории. В 1942 году была построена печь в конце 1942 года. Правда, по каким-то причинам ее пришлось уничтожить. То ли она плохо работала, то ли не было специалистов, в кавычках, по ее обслуживанию. Были попытки создать печи в 1944 году для уничтожения тел будников. Но Красная Армия наступала стремительно, и уже это никак не получилось. Работала и душегубка. Выжить в этом лагере было настоящим чудом. Лишь немногим удалось спастись. В ночь на 1 января 1944 года сведений очень мало, и они очень противоречивые. Якобы партизаны каким-то образом смогли пробраться на территорию лагеря и открыть ворота двух бараков и ворота общие. Избежало около 50 человек, но за ними была отправлена погоня, около десятка было поймано и тут же умерщвлено. Вот этот вот болотный дьявол, как звали местное население, называло болотный сатана, Кухто, командир взвода, охраны, свирепствовал особо жутко. И у него прямо был как кнюх, как у собаки на поиск прибежавших людей. 24 марта 1944 года сбежала большая группа узников-евреев. Это были ремесленники. Они смогли организовать дружину сопротивления, подготовили побег. Наиболее известным из них оказался Роман Фридман. После он станет партизаном и будет воевать на Лебокской пуще. Они все рассчитали, предусмотрели путь побега. Побег, кстати, чем-то похож, как бежала героиня Николь Кидман от Эль Хилтон. Очень так, с одного места в другое, потом в третье, там уже разработано было. За ними была отправлена погоня. Многих словили и буквально расправили жесточайшим образом, разорвали на куски. Но сам побег был, конечно, такой акцией очень даже заметной. Потому что кто выжил, спас, и потом, допустим, рассказывал, вспоминал, то говорил, что все бежавшие, 91 человек, они были, скажем так, распределены по номерам. Кто за кем бежит. То есть номер один, номер два, номер три. Вот тот узник, который спасся, он был 56-м. И в таком порядке он должен был бежать за 55-м, удником и тому подобное. Вот, покуда они не покинут лагерь. Когда Красная Армия приближалась к Алдычево, было принято решение уничтожить лагерь. Нужно было и уничтожать окончательно следы своих злодеяний, и нужно было бежать. Поэтому комендант лагеря отдал приказ о расстреле двух тысяч последних заключенных, что и было сделано недалеко от лагеря в специальной Т-образной яме. Все это потом было раскопано и зафиксировано комиссией по расследованию злодеяний фашистов. И около трехсот узников было оставлено в живых. Нужно было осуществлять разгрузку, погрузку, документации, ценностей, ввести гужевые подводы. Вот, они отступили с фашистами в Германию. Дальнейшая судьба их, как правило, неизвестна. В этой массовой акции участвовал Калько непосредственно. То есть он из своего табельного оружия, из пистолета «Вальтер» непосредственно производил расстрелы. Поэтому по-другому этого человека, кроме как каратель, назвать нельзя. В ноябре 1944 года были обнаружены несколько десятков братских могил возле концлагеря Колдычева. В урочище Арабовщина захоронено 5 140 человек. В урочище Погорелец, Лозы, убито 15 тысяч человек. Чрезвычайная комиссия, занимающаяся расследованием нацистских преступлений, установила, взрослые погибли от огнестрельных ранений, дети – от удушья. Их бросали в могилу живыми, женщины были без одежды, мужчины – в нижнем белье. Вещи убитых охранники лагеря меняли на самогон. Потом 13-й батальон СД заслужил тоже печальную славу, поскольку в момент отступления немцев в 1944 году руководство батальона и часть его бойцов отступали на территорию Германии, должны были быть передислоцированы в Кёнигсберг, но оказалось, что этот батальон был рассредоточен затем по разным городам Германии. И в конечном итоге тот же Франц Кушель, который был руководителем фактическим данной боевой единицы, который успел уже сделать карьеру, и начиная в чине капитана дослужиться до чина полковника, он оказался в 1945 году в зоне американской оккупации, сумел подговорить ряд своих товарищей и сдаться американцам, где, собственно, потом уже проходил различного рода проверки и оказался в конечном итоге вначале в Западной Германии, а потом успел переехать в Соединенные Штаты Америки и избежал суда за совершенные преступления на территории СССР. Франца Кушеля в эмигрантских кругах называли военным министром правительства в изгнании. Супруга, автор композиции «Могутный Божий» Наталья Арсеньева, работала на радио. Американцы долго не хотели его пускать, поскольку о нем было достаточно много известного американской разведки. Тем не менее, приехав на территорию Соединенных Штатов Америки, он устроился на работу, работал лифтером, но при этом входил в состав целого ряда тоже белорусских национальных объединений, которые пытались после войны обелять свою деятельность на территории Беларуси немецко-фашистской оккупации. Писали мемуары, выступали в прессе, сотрудничали с иностранными спецслужбами, в том числе, в первую очередь, с ЦРУ. Охранников колдычевского лагеря смерти приговорили к высшей мере наказания – расстрелу. Зал аплодировал судье. Барановический процесс – это показатель отношения народа к белорусским националистам и коллаборационистам. И, конечно же, отношение к символике белорусских националистов – белокрасно-белый флаг, герб погоня – все это ассоциировалось в те годы с преступлениями, в том числе и 13-го батальона при СД. Живые свидетели, конечно же, возмущались тем, что вот эта символика использовалась в качестве государственной в Белоруссии. И именно поэтому в 1995 году народ высказался за смену государственных символов. Конечно, печально осознавать, что в 2020 году многие с удовольствием эту символику использовали, демонстрировали. И это вызывает недоумение и возмущение. Рядовые коллаборационисты понесли заслуженное наказание. Их наставникам удалось его избежать. Они упорно доказывали, что действовали из любви к Белоруссии. Но если кому-то хоть на секунду покажется, что это так, вспомните следующий факт. После первого погрома в Минском гетто Кушель и Арсеньева получили со склада минской полиции две перины. Соответствующая расписка хранится в Национальном архиве Белоруссии. Те, кто может спокойно спать под одеялом убитых мирных людей, вряд ли знают, что такое любовь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова